Телевидение появилось в России в 30-х годах 20-го века. Именно тогда в эфир начали выходить первые экспериментальные телепередачи. Процесс основывался на системе малокадрового механического телевидения. Сейчас, спустя десятки лет, конечно же, все иначе. Десяток экранов и куча кнопок. Контроль света, звука, изображение. За пультом всего два человека. Именно они в случае надобности подскажут ведущему, в какую камеру смотреть. От них зависит его величество эфир. Для того, чтобы программа новостей вовремя появилась на экранах телезрителей, отвлекаться нельзя. Хотя раньше было еще сложнее, вспоминают эфирщики. Раньше, когда работали, были кассеты, приносили все на кассетах, приходилось отматывать. Были такие джок-шаттлы, мы их крутили туда-сюда. То есть работа без черных полей была в первую очередь. Сейчас же все на компьютере. Файл подкинул, нажал, убрал, сказал ведущему что-то. Все очень просто. Эфир – это уже финишная прямая. На деле до момента выхода новостей проходит немало времени. Зачастую на двухминутный сюжет журналистам приходится тратить около четырех часов рабочего дня. А то и весь день. Звонки, встречи, выезды съемочной группы. Редакция новостей буквально кипит. Вот, например, Вера Кучеренко. Не только журналист, но и одна из ведущих канала «12» только что приехала со съемок. Впереди муки творчества и монтаж. В нашей маленькой редакции кто-то пляшет, кто-то поет, кто-то сюжет начитывает, кто-то скидывает съемки, кто-то что-то потерял, у кого-то что-то, не дай бог, не работает. И в этом действительно очень трудно во всем разнообразии сконцентрироваться. Когда я прихожу с сюжета, я скидываю съемочки вот через такую штучечку, надеваю наушники. Ну и, собственно, я отключаюсь. Я абстрагируюсь от всего. Писатели про «Зайки». Так ласково зовет журналистов монтажер Виталий Махан. К нему с сюжетами на бумаге и, как говорят журналисты, килограммом съемок спешит вся редакция, чтобы словесные формы стали готовым информационным ТВ-продуктом и в целом картиной дня. Именно картиной, ведь на телевидении все должно быть в кадре, даже незначительные детали. Быть может, даже и сам оператор не ожидал, что вот он так вот снимет, а ты вот на монтаже это заметишь, и вот два плана, два, три, четыре плана, и, конечно, сюжет может быть по-другому будет смотреться. В этом году 20-летие Всемирного дня телевидения совпало с юбилеем канала «12». Первому городскому исполняется 25 лет. За четверть века он стал добрым гостем в домах многих череповчан, благодаря слаженной работе команды профессионалов, которые любят свое дело. Северсталь мощно начала матч, обрушив школу атак на ворота соперника. И уже на четвертой минуте шайба оказалась в воротах автомобилиста. Автором голос стал Павел Чернов, который вскоре получил травму и не смог продолжить матч. Конечно, Всемирный день телевидения посвящен не столько техническим процессам, сколько той роли, которую оно играет в жизни каждого. И коллектив канала «12» надеется, что первый городской со своей ролью главного информатора-чайпавца справляется на ура. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости.